Так, значит, сегодня мы продолжим изучение низкоэнергетического, эффективного, ну, по факту Лагриджиана для сильных взаимодействий. Но сначала я напомню, что было в прошлый раз. Значит, в прошлый раз мы говорили о сохраняющихся токах в КХД. И мы видели, что есть четыре тока. Значит, первый ток, векторный, синглетный ток, который приводил к сохранению барионного числа. Вот, то есть полного числа кварков минус полного числа антикварков. Вот, и он сохранялся, это число сохранялось, независимо от того, какие массы, вот, и не было аномалий. То есть классический закон сохранения, он на квантовом уровне работает. Значит, дальше был закон сохранения векторного несинглетного тока, который приводил к сохранению проекции из-за спина. И вот эта векторная симметрия, она реализовывалась на практике, как равенство, ну или практически равенство масс в компонентах, в мультиплетах с одним и тем же квадратом из-за спина. То есть у нас пионы имеют более-менее одинаковые массы, протон, нейтрон имеют близкие очень массы. И нарушение было связано с тем, что у нас есть массы МО и МД, и они, вообще говоря, по сравнению с масштабом КХД, малы. Вот. И они определяют вот масштаб нарушения, разницу масс в мультиплетах. Вот. Это означает, что вот эти симметрии, они явно нарушены, нарушены чуть-чуть. Вот. И если мы массами пренебрегаем КХД, то они не нарушены, реализуются в природе. Дальше у нас был закон сохранения аксиального синглетного тока, который нарушен аномалией. Вот. Нарушен, нарушен. Вот. Поэтому его по факту нет у нас, да? Вот. И последний закон, на котором мы остановились, это закон сохранения аксиального несинглетного тока, который аномалий не нарушен, нарушен тока массами частиц, но массы частиц, вообще говоря, малы по сравнению с масштабом КХД, поэтому мы ожидали бы, что так же, как и для векторного несинглетного тока, у нас должно быть вырождение по массе, то есть в спектре, так как это аксиальный ток, и его генераторы меняют в четность, то в спектре у нас должны быть частицы, и частицы противоположны четностью, их массы должны отличаться, но вот так же, как у нас массы протона и нейтрона отличаются, с такого же порядка. Вот, однако мы не видим удвоение спектра почетности, и в результате вывод, который делается, он такой, что эта симметрия, наверное, тогда спонтанно нарушена, то есть в спектре должны возникать безмассовые частицы, галстоуновские бозоны потеряны галстоунов, вот, и эти бозоны галстоуновские отождествляются с пионами, поскольку масса пионов существенно меньше, чем масса и остальных адронов, вот, и мы вот сегодня покажем, что они пропорциональны массам кварков, соответственно, в пределе, когда массы кварков равны нулю, массы пионов тоже будут равны нулю, вот, такое, значит, рассуждение говорит нам следующее, что удвоение спектра почетности присутствует в том смысле, что если мы к любой частице добавим пион, очень мягкий, в пределе, когда масса пиона равна нулю, то есть пион, ну, фактически с нулевой энергией, он массу состояния не изменит, а четность изменит, поэтому удвоение спектра почетности, оно реализуется таким образом, добавлением к частицам галстоуновского бозона. Вот. А можно вопрос? Да. Что есть добавление пиона в частицы? То есть это как? Ну, у вас было состояние, там, я не знаю, нейтрона, будет состояние нейтрона, протон и пион, пиноль, скажем, и нейтрон. Вот. И вот у вас четность изменилась за счет того, что P – нечетный пион, пиноль. А это связанное такое состояние или это что? Ну, нет, не связанное просто вот… Вот в конечном состоянии, или там… Ну, вот… Как понять, что вот оно состояние нейтрон плюс пион? Что это значит? Я думаю, это имеется в виду это состояние с той же энергией. Это, нет, безусловно, с той же энергией, я же говорю, что пион в пределе безмассовый, и мы берем его предельно мягким. Это я понимаю, нет, это было в конце прошлой рябции, да. Да, это я повторил. А у меня другой вопрос. Я про то, что, ну, как это физически реализуется, реализуется ли оно? Не, ну, я не понимаю, вот у вас есть состояние, я не знаю, электрон, да? Вот, состояние электрон плюс фотон тоже есть? В чем проблема? А, да, все, понятно, да. Ну, то есть это просто, если формально, вы просто действуете, я не знаю, оператором рождения пиона, там, на вакуум, и оператором рождения, там, протона или еще чего-то. Вот, другое дело, что вот это состояние, его можно раскладывать каким-то там волнам, там, еще чего-то, но это все можно делать, но оно принципиально нам не важно. Важно, что существует состояние с той же энергией противоположной четкостью. Вот что важно. Вот. Ну, вот так как-то. Вот. Хорошо. Значит, итого, первое, что мы рассмотрим, спонтанное нарушение керальной симметрии. Симметрия керальной симметрии. Я отвлекаюсь от симметрии, значит, которые связаны с группами У1, то есть У1 векторный для барионного числа, и У1 аксиальный, который нарушается аномалией. Я буду говорить только про СУ-2. Значит, было у нас СУ-2, значит, ну, скажем так, левое, на СУ-2 правое было, оно спонтанно нарушилось до СУ-2 векторное. Значит, вот тут и аксиальные векторные есть, да, вот тут есть только векторные. То, что векторная симметрия существует, мы говорили, у нас обычный векторный изоспиновый, значит, несинкредитный векторный ток, отвечающий с хранением проекции изоспина, он нормально реализован. То есть пионы и там нуклоны, они имеют близкие массы. То есть вот эта симметрия у нас есть векторная. А кусок, который отвечает здесь аксиальный, он, соответственно, нарушен. Вот. Хорошо. Что это значит? Это значит, что, как у нас было в сигма-модели, в сигма-модели, когда симметрия нарушалась, возникало некое ненулевое вакуумное среднее. Значит, здесь тоже должно возникать некое ненулевое вакуумное среднее. Вот. Относительно которого мы уже будем, значит, ну, вот пионы будут возбуждения относительно вот некого нарушенного вакуума, да? Вот. Итого. Как мы можем построить некий оператор, у которого будет ненулевое вакуумное среднее? Вот я напоминаю про сигма-модель. Вот эту картинку. Значит, что вот есть поверхность, значит... Значит, мы говорили, вот пусть у нас третья ось. Вот третья ось. И мы выберем вакуум вот здесь, да? Вот. Мы выбрали вакуум вот здесь. Соответственно, у нас получился вектор фи вот такой, фи нулевое. 0, 0, b. Вот по третьей оси, вот здесь. Вот. И вот, скажем, у меня есть некие операторы, которые... Какой оператор у меня имеет ненулевое вакуумное среднее? Вот у меня есть, скажем, фи один квадрат, фи два квадрат и фи три квадрат. Вот фи один квадрат и фи два квадрат, они не имеют вакуумного среднего. А фи три квадрат имеет, да? Чем отличается фи три квадрат от фи один и фи два? Он отличается тем, что фи три квадрат, он инвариантен относительно оставшейся группы преобразований. Оставшаяся группа преобразований – это вращение относительно третьей оси. Вот. Соответственно, оператор, я любой оператор из этого фи три построю, потому что фи три у меня инвариантен, и он будет тоже иметь ненулевое вакуумное среднее. Поэтому вот такие операторы, которые имеют ненулевое вакуумное среднее, а именно, они инвариантны относительно оставшейся группы преобразований. Они называются параметрами порядка. Вот. Поэтому вот это вот не параметры порядка, а вот этот параметр порядка будет. А в более общем случае мы должны сказать следующее, что, вот скажем... Есть у нас какой-то оператор, О, вот, и мы хотим, значит, от него посмотреть вакуумное среднее. Вот я могу написать следующим образом, что вот это равно, вот сюда, вставлю сюда и сюда, у, скажем там, так, с какой стороны, у крест-у, оператор, у крест-у, где у, это, значит, принадлежит всей группе преобразований. Скажем, вот у нас была группа G, вот, и группа G нарушалась до подгруппы H, да? Вот если я возьму, давайте лучше возьму из-за, вот если я возьму вот это тождество, так, ну, по крайней мере, для наших групп, это унитарной группы, да, то есть у крест-у, это единица. Принадимир, да. Что мы сейчас хотим делать? Мы хотим найти параметр порядка для вот этого нарушения спонтанного. Вот, я вам говорю, что параметр порядка, это средние будут от тех операторов, которые сохраняются вот подгруппой, да, как вот здесь. Почему это так? В общем случае, потому что, если я взял любой оператор, всунул вот сюда, значит, преобразование из-под группы, то, вот, так как вакуум инвариантен относительно преобразования из-под группы, вот это вот сюда действует, дает единицу, как и это сюда. Соответственно, я получаю, что это вакуум у крестного. Вот, и если мой оператор О инвариантен относительно преобразования из-под группы, то я возвращаюсь вот сюда, это получается тождество, да, с любым У из-под группы. Вот, если... Это у нас преобразование, которое оставляет вакуум на месте. Которое оставляет вакуум на месте, вот они. То есть это то, до чего нарушена до той подгруппы, для которой у нас нарушена симметрия. Вот, значит, они оставляют вакуум на месте, поэтому вот эти вот на вакуум действия ничего не дают. Если они оставляют и оператор на месте, то мы возвращаемся, ну, мы получаем тождество. Причем это справедливо для любых У из-под группы. Вот, если же мы берем У не из-под группы, а из смежного класса, то есть оставшиеся, да, то тогда у нас получается, что, значит, у нас оператор О, он, скажем, от них инвариантен, а вакуум не инвариантен. Вот. И тогда у нас получится, что вот это тождество, вот это равно вот этому, должно выполняться для любых У. Вот, а У зависит от произвольного параметра в этой группе. Вот. Поэтому вот такое вот среднее может быть равно только нулю. Вот. Поэтому нам нужно выбрать какой-то оператор, который относительно векторных преобразований инвариантен, а аксиальных нет. Вот. Это будет аналог ФИ-3 вот здесь. Соответственно, самый простой оператор, который можно выбрать, это Кусь-Чертой-Ку. Вот. Значит, Кусь-Чертой-Ку. Владимир, да. Можно еще раз всю идею. То есть у нас есть вот это вот вакуумное зрение от оператора О. Да. Мы берем, прокладываем туда и в две единицы. Да. Потом мы говорим, что эти крайние операторы действуют на вакуум, а они бы не меняют. Да. Значит, остается вот такое зрение типа У-У-Крест, да? Ну вот такое, да. Да. Теперь есть два варианта. Либо они не меняют этот оператор хода, тогда тоже не смогут. Да. Если они его меняют, то тогда что? Если они его меняют, то это будет некий новый оператор, который на самом деле зависит от какого-то параметра. Потому что У это Е в степени и альфа там на какие-то генераторы, да? Вот альфа-числа вообще, говоря, любые. Так? Вот. И мы получаем, что среднее от какого-то нашего оператора, это среднее от практически там произвольного оператора, который там как-то меняется. Вот. Какое бы мы альфа ни взяли, это среднее будет с ним совпадать. Но я просто в ряд буду раскладывать, и у меня это будут члены по альфа там добавляться. Вот. Поэтому единственный вариант, который может быть, это просто среднее такое равно нулю. То есть это вот все помножается на ноль, ну и ноль равно нулю остается. Так, хорошо. Так. Значит, оператор, который у нас удовлетворяет, значит, который симметричен относительно векторных преобразований, но не симметричен относительно аксиальных, это вот такой. Потому что это Ку левая, Ку правая, плюс Ку правая, Ку левая. Вот. И мы видим, что векторные, это когда и левая, и правая одинаково преобразуются. Соответственно, и вот это симметричен, и вот это симметричен. Аксиальные, это когда они по-разному преобразуются. Вот. И аксиальные, соответственно, относительно аксиальных преобразований, это не симметричен, а относительно векторных симметричен. А кубарку это у нас вид оператора, который еще раз Кубарку, который инвариантен относительно векторных преобразований Ну вот он инвариантен, потому что я вот сюда вставлю V крест V Принадлежащее SU2 векторное Оно умрет Вот сюда, по идее, я должен вставлять V крест левое, V правое Ну, когда я буду делать преобразование Но векторные это те, для которых левое совпадает с правым Вот, поэтому и этот симметричный, и этот симметричный Вот Если бы я, например, взял вот тут гамма-5 То вот здесь, там, я не знаю Значит, ну ладно, не буду пока гамма-5 брать Вот Не буду Придем То есть я мог придумать какой-нибудь оператор, который, скажем, симметричен относительно Ну, несимметричен относительно векторных преобразований Да? Вот Хорошо Итого А кубарку симметричен? Кубарку симметричен, потому что, я еще раз говорю, векторные, это когда левый совпадает с правым Вот Векторные, когда левый совпадает с правыми Ну, хорошо, вот давайте гамма-5 возьмем Гамма-5 Это он не симметричен Вот мы взяли гамма-5, пусть чертой гамма-5 ку Если я это разложу, это будет что-то типа Сейчас соображу, какой только Наверное, правый сначала Значит, нет, левый Ку левый ку правой Минус Ку правый ку лев Вот Вот он Он Если я делаю преобразование аксиальное Аксиальное Значит Аксиальное это какие? Это когда у меня В левое Сейчас соображу Равно там, что-то типа там минус В правой, наверное Вот Одинаково Одинаково Так В крест В крест В крест В крест В левое равно В крест Правый Ладно, не буду сейчас думать Вот Но он будет не симметричен Я соображу по пути Так Ладно Соображу по пути Не буду пока обманывать В конце обману Вот Итого Люди померили И получили Что Среднее по вакууму Ку с чертой И это равно Значит у нас Это равно Это равно Где-то Значит это я переписываю из книжки 250 Значит в кубе Вот Есть у нас Такой Конденсат Так называется Кварковый конденсат Вот Как его померили Дело в том Что вот этот Маточный элемент Он входит в различные Другие процессы Которые измеримы И К примеру Даже в Е плюс Е минус Аннигиляции Он входит Вот И Соответственно Оттуда его можно Извлить И вот Наш вакуум В КХД Нетривиальный В нем есть Вот такой конденсат Вот Вот Ну тут Надо сказать Что Эти поля Перенормированы Вот это у меня На масштабе 2 ГЭВа 2 ГЭВа 2 ГЭВа Схема МС С чертой Но Вы помните Что когда мы В эффективном действии Считали У нас поле Кварка Перенормировалось Да Ну то есть У нас было Исходное поле Которое было В Лагранжиане И потом За счет Рад поправок К нему Некий фактор Значит Добавлялся Вот Хорошо Значит Итого Вот есть У нас Такой Ненулевой Вакуумное Среднее Ненулевое Вакуумное Среднее Вот Хорошо Теперь Можно вопрос Да Ну хорошо Конденсат И конденсат А что Из этого Дальше Нет Это просто Факт Природы А дальше Мы можем Сказать Мы Построим Теорию При низкой Энергии Когда мы У нас Импульс Очень малый Вот Мы можем Сказать Что у нас Возбуждаются Стокоголстоуновские Бозоны На самом деле Ну вот Наши псевдоголстоуновские Бозоны Пионы Так Вот И это означает Что вся наша теория КХД Вот мы Лагранжан Строили Там были Кварки Глионы Вот Но при низких Энергиях Эффективной Степени Свободы Это только Пионы Вот Поэтому мы Можем Построить Теорию В частности Лагранжан Действия И так далее Только с Пионными Полями Только с Пионными Полями И При низких Энергиях Еще раз Вычисления Которые мы будем Проводить По вот этому Лагранжану В котором будут Пионы По действию С пионами Они должны быть Такими же Как и по нашему Целому Лагранжану КХД Вот Случай низких Энергий Случай низких Энергий Когда я еще раз Говорю Когда мы Не возбуждаем Ничего Кроме пионов Вот Такой Лагранжан Называется Киральный Эффективный Лагранжан И вот мы Его сейчас С вами Построим Вот Мы его С вами Построим Значит Как он Строится Значит Наша Теория Опять-таки Инвариантна Относительно Вот этой Группы А вакуум Инвариантен Относительно Вот этой Соответственно Степени Свободы Наши Пионы Они живут В смежном Классе Вот в этом Су2 Левая Су2 Правая По Су2 Вектор Вот в таком Да Вот там Вот наши Поля пионы Должны жить То есть Мы должны Построить Теорию Две степени Свободы Живут Здесь Вот И Соответственно Вакуум Вариантен Относительно Этого Алабенжан Вариантен Наносить На Этого Вот Как это делается Вот давайте Смотреть Пусть У нас Ж Вот Ж Принадлежит Вот этой Группе Полной Да Тогда Тогда Мы Можем Написать Как Два Элемента В Левая В Правая Вот Эти действуют На левую Эти действуют На правую Вот Хорошо Я это могу Написать Вот так Это Так Только я Наоборот Пишу В правая Потом В левая Вот В правая Потом В левая Значит Что я сделал Ну я их буду Перемножать Тут у меня будет В левую Левые Крест И я получу Просто В правую Да Вот Вот Эта Штука Это Принадлежит СУ2 Векторному Вот А вот Это Соответственно Принадлежит Вот этому Смежному Квас Туда Вот То есть Я из любого Такого Элемента Могу Выделить Вот Это Хорошо Это Я назову Там А Самая Левая Вот Это Все Ж Да Любой Элемент Из Вот Этой Группы Я Представляю Как Элемент Отсюда И Элемент Отсюда Ну Произведение Да Я могу Разложить Ее На Класс Группу Вот Значит Это У меня H Это Я назвал H А Это Я назвал Гамма Ну Собственно Однако Вот Хорошо Что Это Нам Дает Если У нас Есть Любой Элемент Вот Отсюда Вот Такой Вот H Да Вот Это Я Просто Буду Назвать U В дальнейшем U То есть Есть У меня Элемент H И я На него Хочу Подействовать Любым Элементом Ж Ж Тоже Отсюда Общее Преобразование Ж Это Вот Такая Ж Пара Как И Ж Ну Вот И Две В Большой Группе Вот Я Действую Им На Вот Элементы С Класса Что Я Получаю Я Получаю Что Это Соответственно VR VL На У Единица Вот Дальше Это Что Это VR 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 С Крестом И Мы Сейчас Только Что Стерли Там Была У Крест И Нет Это Было У Просто Называлось А Это Называлось У Вот А А В целом Вот Этот Элемент Я Называла Вот Значит Вот Это VR U Будет VR VR UV Вот Так Соответственно Я Сделаю То же Самое Я Выделю Векторную Часть Я Получу VR U VR 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 Помножить На VR 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 Вот Опять-таки, вот это VL-крест Единица Вот это Принадлежит смежному классу SU2 левая SU2 правая Векторная А вот это Принадлежит SU2 Векторная Соответственно, что мы получаем? Да Это разные как бы это Ну мне нужно было написать тут G на H Вот смотрите Вот H Это U1 Вот она Это H Да, вы же не знаете, что я знаю? Да Вот То есть я любой элемент G Помножаю на H Вот он H Вот И у меня получается, что вот это некий H' Который из этого смежного класса А это некий элемент Это SU2 векторная То есть я получаю закон преобразования элементов из смежного класса То есть при действии любого преобразования из большой группы Полной группы симметрии Мой элемент H преобразуется так Что U переходит VR, U, V, L крест Вот он VR, U, V, L крест Вот Собственно, это все, что мне нужно Это закон преобразования Вы поняли, что он так переходит А? Откуда мы это поняли? Мы выделили Значит, векторную часть Ну вот, диагональную часть Которая отвечает векторным преобразованием То, что осталось, это элемент из смежного класса А, то есть Как бы, где такая, что Мы берем просто какой-то элемент G Составляем из того, что осталось после вычитания SU2 векторное и SU2 векторное Мы обоставляем SU2 векторное, а потом преобразуем только то, что осталось Да, потому что то, что осталось, это элементы смежного класса Вот И это ровно те элементы, которые у нас преобразуются так же, как пионы наши Вот Так же, как наши пионы Поэтому пионы должны преобразовываться вот так Как элементы из смежного класса Мы векторные части выкидываем от них Вот Потому что пионы Это то, что остается после После того, как мы выделили Диагональную часть, векторную Вот То есть, еще раз Мы берем любой элемент из смежного класса Действуем на него Произвольным Произвольным преобразованием из полной группы Получаем снова элемент из смежного класса На некий векторный Значит, на некоторый элемент из подгруппы векторной Вот Но у нас элементы из смежного класса Они определены с точностью до элементов из подгруппы Поэтому вот этот элемент мы выкидываем Вот И остается у нас только вот это Вот Это дает нам закон преобразования Элементов из смежных классов При преобразовании из общей группы А именно закон вот такой Что Что Значит Переходит у Переходит в Что там Вр К Вл крест Вот это все Что мне нужно от этого рассуждения Вот Вот так Вопросы И это сейчас нам поможет построить Да Потому что Что такое U U элемент отсюда Но Мы видим, что это На самом деле Что такое Это произведение каких-то матриц из группы SU2 Там Да, всегда Ну вот Что вот здесь мы его строили Это везде произведение матриц из группы SU2 Поэтому Вот этот U Мы можем Мы можем любым образом параметризовывать матрицы из группы SU2 В частности Мы можем параметризовывать экспоненциально Пи Тау Ну вот делить на F я напишу Значит Тау это сигма матрицы Пи это некие наши поля Новые вот собственно поля пионов Вот F это некая константа Которую мы определим в конце Вот когда посчитаем что-нибудь из маточного элемента Определим константуев Вот Вот Это соответственно Элементы SU2 Вот То есть так строятся Любые У В группе SU2 У нас как раз Три генератора Вот у нас и получается Три поля При этих генераторах Вот Это наши степени свободы Вот эти У Или вот эти Пи Если хотите Вот Теперь нам хочется построить Вот вопрос Да Может вам еще раз Можешь объяснить Последнее равенство Нижнее Как выделилось SU2 Значит Смотрите Мы вот это Помножаем на вот это Да Это произвольный элемент Большой группы Это элемент С класса Вот Значит Ну помножаем У нас получается VR на U Тут получается VL на единицу VL Да Я вот сюда Вставляю VL крест VL Вставил Вот И VLVL Выношу Вот у меня получилось VLVL И VRU VL крест На единицу Вот Это Так как у нас Совпадает Что правая Матрица Вращающая Что левая Это элементы SU2 Векторная Вот А это то что Осталось И это как раз Элемент нашего Класса Вот Потому что у него Ну правая Грубо говоря Матрица какая то есть А левой нету Он явно не векторный Все Вот Вот Так мы Его Получили А Можно еще Такой вопрос А можно напомнить Еще раз Что такие Почему Наши Класси Да Почему Именно Они Живут Там Они Живут Там Потому что Снова Рисую Картинку Отлично Причина Картинка Значит Вот здесь У меня Поля Фи И 1 И 2 И Значит Петри Нету Это В Плюс Сигма Ну Сигма Значит Вот здесь У меня Вакуум Поля Пи Это те Которые Поворачивают Насительно Вот этой Оси И вот этой Оси То есть Они Уводят От вакуума Вот По вот этой Сфере Вот А третий Генератор Это генеральное Вращение Относительно Вот этой Оси Он Оставляет Вакуум На месте Вот Соответственно Поля Пи Это те Поля Пропорциональны Тем Генераторам Которые Нарушают Вакуум Так Вот То есть Которые Уводят То есть Вот Возбуждение Вот здесь Это Соответственно Поле Пи Отмечающее Вращение Относительно Вот этой Оси Вот Возбуждение Где-то Вот тут Вот сюда Это Относительно Вот этой Оси Вот А возбуждение Отвечающее Вращение Относительно Вот этой Оси Оно Это наше Поле Сигма Там Ну Значит Это Это Ненарушенный Генератор Соответственно Группа Симметрий Это Группа Всех Вращений Которая Оставляет Вот это На месте Это Наша Инвариантная Подгруппа А Смежный Класс Это Все Что Осталось Вот Это Наши Пионы Поэтому Здесь Пионы Мы говорили Что У нас Голстоновские Базоны Так Это Такие Степени Которые Как бы Связаны С Вот Этим Ненарушением Вакуума Поэтому У них Масса Ноль Какие Такие Слова Говорит Почему Именно На Эти Степени Мы Относим С Нашими Голстоновскими Ну Вот Всем Голстоновскими Базонами Почему Именно Почему Например Мы Не Сигму Назовем Гемизонов Потому Что Сигма Отличается Смещению Относительно Вот Этой Оси Вот И тут Уже Другое Значение Энергии А А вот Здесь Значение Энергии То же Самое Значит Те Которые Вакуум Вот Значит Сейчас Сейчас Значит Генераторы Которые Оставляют Вакуум На месте Вот Эти Да Из Группы С2 Вектор Вот Они Значит Они Они Образуют Подгруппу Да Они Образуют Подгруппу Вот Эта Подгруппа Она Оставляет На месте Вакуум Вот То есть Вакуум В смысле Как вот Эту Точку Не в том Смысле Что Вот У нас Этот Конкретный Вакуум Она На месте Оставляет Понятно Что Энергия На всей Сфере Одинаковая Но Этот Конкретный Вакуум Не Двигают Тока Генераторы Вот Отсюда Все Остальные Генераторы Которые Значит Уже Не здесь А вот В смежном Классе Они Двигают Эту точку Они Двигают По Сфере Да То есть Энергия Это Не Не Изменится Но Точка Вакуума Изменится Так Вот То есть Те Генераторы Которые Не Меняют Саму Точку Вакуума Они Оставляют Вакуум Ну Тавтология Они Оставляют Вакуум На месте Точку Вакуума Незначение Энергии А Те Генераторы Которые Сдвигают Эту Точку Вакуума Они Ее Они Вакуум Вакуум Относительно Преобразования Генерируемых Этими Генераторами Но энергия, чтобы сдвинуться, будет все равно нулевая. Поэтому они отвечают степеням свободы, которые вакуум нарушают, но массы не имеют. Это и есть наши феоны. Я на всякий случай хотел бы еще раз прочитать. Если я правильно понял в этой картинке, то вот эти вот, ну, из группы, короче говоря, преобразования, это просто вращение. Они тоже энергии не меняют. Они не меняют энергии, но вот для этой картинки... Он не меняет. Меняют еще раз. Вот эту точку, вот эту точку... Сигма, а это вращение вокруг, вот и у оси, который... Сигма, это уже... Значит, Сигма, это фактически сдвиг вот сюда или сюда. Ну, вы можете говорить, что это... А как у нас вообще тут спиди появились? Мы вроде вращали только по-забири. Нет, у нас там была третья ойска, по которой вы двигали. Ну, вот смотрите, у нас есть преобразования, которые... Вообще любая точка в этом пространстве, это некий вектор фи, так? Ну, так вот я любую возьму, это просто некий вектор фи. Спрашивается, нашла Гранжан и в варианте относительно вращений вообще любых. Вот. Но у нас есть и преобразования, которые просто двигают и меняют модуль. Ну, вот это Сигма. Вот. Они тоже есть. Значит, еще раз говорю. Преобразования, которые оставляют точку вакуума на месте, конкретный наш вакуум, выбранный, так? Они образуют подгруппу, относительно которой симметричен вакуум. Конкретная наша точка. То есть в данном случае только вращение относительно этой оси. Остальные генераторы, которые отвечают движению по вот этой сфере, да? Движению по вот этой сфере, которые значение энергии все равно не будут менять. Вот. Но вот эту точку, наш выбранный вакуум будут менять, вот. Они будут отвечать галстоновским бозонам. Вот. Вот эта запись означает все остальные генераторы, которые не лежат в СУ2В. Вот. Хорошо, да, я вроде понял, мы это обсуждали, это можно так, ну, на прошлой лекции, да. Я думаю, что это... Хорошо. Итого. Вот мое преобразование для вот этих самых... Что здесь написано? Что вот это У, это как раз те, которые двигают по сфере. То есть энергия при этом не изменится, а вакуум изменится. Вот эти У. Я их могу параметризовать вот так. Потому что это все равно элементы группы СУ2, я их могу параметризовать как элементы группы СУ2. Я могу по-другому, там, синус, микосинус, там, еще чем-то. Это неважно. Ну, вот так вот люди, ну, чаще всего, я думаю, параметризуют. Теперь, при преобразованиях из нашей общей группы симметрий, вот эти У меняются вот таким образом. Вот таким образом. Поэтому, если мы хотим построить Лагранжиан степенями свободы, в котором степени свободы это ПИ, или вот эти У, что все равно, да, нам нужно построить некие объекты, которые относительно вот этих преобразований симметричны. Так? И написать их просто, и все. Вот. Вот давайте это и сделаем. Соответственно, то, что получится, и есть с Керальдином Гранжиан. Значит, как мы его строить будем? Это некое Ф от У плюс Ф0. Ф1. Так. Пишу. И Х. Вот. Ф1 от У. Вот так вот они пишутся в этом случае. Д. Мю. Ну, хорошо. Вот так вот, Д в квадрате У плюс Ф2 от У. Дальше в этом смысле технически просто. Техника некая. Значит, Ф2 от У. Д мю. Д мю. Плюс и так далее. Значит, вот Д, да, оно потом перейдет в импульс поля. Поэтому при малых импульсах, чем меньше у меня производных, тем меньше у меня, ну, вернее, чем больше производных, тем больше степень малости. Это мы сейчас постулируем такой вид, да? Мы пишем любой вид. Вот мы должны написать все произвольные операторы, которые можно построить ИЗУ, и выбрать из них такие, которые будут инвариантно относительно этих преобразований. Это будет наш Лагранжан. Инвариантно относительно этих преобразований. Сейчас, секунду, я скажу про сакральный смысл. Вот это, это просто некая функция от У, да? Вот это, это некая функция от У. Крест имеется в виду, что у У, это матрица, у нее есть какие-то индексы. Это, вообще говоря, тоже матрица, у нее есть индексы, и они как-то свернуты. Они могут свернуты быть, там, я не знаю, и Жи, и Жи, могут быть, значит, еще как-то свернуты. Вот тут вот их несколько. То есть я тут могу помнить варианты тензор повесить, как-то свернуть. Последнее, это свернуты, ну, грубо говоря, это свернуты. Это сверки по индексам, ну, я не знаю, вот тут, у меня, скажем, написано И, Жи, вот тут будет написано Жи, да? Вот. Вот. А тут у меня третий, я могу Эпсилон, например, написать там, или еще чего-нибудь. Вот. То есть это любые свертки. Любые свертки. Мы сейчас покажем, что их там не так много, поэтому это не важно. Вот. Если я буду писать дальше, у меня будут три производные, это большая степень малости, я их писать не буду. Нам вот этого за глаза хватит. Значит, что вот это такое? Итак, мы говорим, вот эта вот штука должна быть инвариантом относительно таких преобразований. Вот. Если она просто зависит от У, то, так как У, я могу взять всегда, скажем, В левое равное У, В левое равное У. Это у меня в единицу перейдет. Вот. Поэтому это просто некая константа. Вот. Это некая константа, если мы инвариантную хотим взять, то это просто константа. Константу мы просто выкинем. Вот. Вот. Поэтому это не важно. Дальше. Вот это. Вот это. Что это? Это я по частям буду интегрировать. Одну производную перевешу вот сюда. У меня получится ДМИУ. У, значит, ДМИУ, F1 от У. Это ДМИУ. Значит, на F1 штрих от У. Там какая-то свертка опять-таки. ДМИУ. Вот. То есть вот это на самом деле переходит вот в этот. Единственный член, который у нас есть, это вот такой. Вот. Теперь. То есть нам нужно рассмотреть член вот такой. И какие возможные структуры могут иметь такой вид. Это будет наш киральный лагранжан. Значит, какие структуры? Так, а там чего хватает? Вот этой? Вверху. А чего не хватает? Не, 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 не в этой ДМИУ, трест ДМИУ, F1 от У. Так, а У еще одно у нас? Ну вот смотрите, это некая функция от У. Я ее дифференцирую как сложную функцию. А, все, ты туда закинул. Да, да, да. Это производная по аргументу, а это производная аргумент. Ну вот. Вот, вот эта вот вещь. Я ее могу написать так, что это некая F с волной от У. У помножить на ДМИУ, на ДМИУ. Где ДМИУ, это У крест ДМИУ. Значит, вот когда я пишу F от У, я имею в виду на самом деле, что там может быть и У крест, и все что угодно с ней. Вот. Поэтому, если я вот так написал, это все равно, что я вот этот У крест вот сюда вот я написал У крест значит, ну, У крест У написал, например, да? У крест я оставил здесь, а У внес в определение функции. Это у меня какая-то новая функция получилась. То же самое здесь. Вот. Так, понимаете или нет? Так, ну, пытаемся. Вот смотрите. Еще раз. Вот это ДМИУ, это вот такая вот штука, У крест ДМИУ, да? Вот. И одно, когда вы пишете ДМИУ, сейчас, стоп, когда вы пишете ДМИУ, ДМИУ, я могу написать как У, У крест ДМИУ. Вот это у меня будет ДМИУ. А вот это войдет в определение функции F. Я его туда запихаю. Угу, хорошо. Вот. В итоге у меня получился вот такой член. Значит. Вот. Что мы с этим делаем? Мы говорим, вот если... Вот это, вообще говоря, если мы возьмем и посмотрим относительно преобразований, сначала, значит, правых, вот этих, значит, правых. Так, вот если я возьму и преобразую У только правыми, соответственно, УМИУ у меня перейдет в У... Перейдет в ВРУ, крест ДМИУ, ВРУ. Так? Вот эта штука, это все равно, что У крест, ВР крест ДМИУ. Я напоминаю, что это у нас вообще глобальное преобразование, да? То есть они от координат не зависят. Вот. Соответственно, ВР, ДМИУ, это сократится. И у меня получается, что вот дельта у меня инвариантно относительно правых преобразований. Вот. Соответственно, вот этот кусок инвариантен относительно правых преобразований. Вот. И этот, соответственно, должен быть инвариантен. А как мы только что видели вот на этом примере, он инвариантен только тогда, когда он константа. То есть это некая константа. Это некая константа. Вот. А чтобы сделать... Что будет теперь относительно левых преобразований? Константа не будет меняться. Нам нужно посмотреть, как дельта меняется относительно левых. Относительно левых. Относительно левых. Вот это было ВР. Значит, относительно левых у нас получится... У в левое крест-крест. Дмюк у в левый крест. Это получается следующее. Это получается... Вот тут я, значит, меняю. У меня получается В левое у крест на дмюк у в левое крест. Вот. Это все равно, что В левое на дельта В левое крест. Так, это видно Вот А вот это преобразование Похоже, что там написано сверху Мы хотим построить Лагранжан инвариантно относительно таких Преобразований Мы их последовательно применяем Мы говорим, вот если мы такие дельты выделим Они относительно правых инвариантны Соответственно, это тоже должен быть инвариант Относительно правых, значит он константа Относительно левых Дельта ведет себя вот так Узнаете, что это за преобразование это присоединенное преобразование на присоединенное представление вот присоединенное представление я напоминаю что эта группа и су-2 присоединенное представление в группе су-2 это вектор на все это просто поворот вот соответственно вот ой это я зря стер тут некая константа дельта мил дельта мил ну никакая константа вот вот это вот все соответственно ну тут можно по-разному действовать если это преобразуется векторное представление это как вектор то есть как единичка преобразуется группе су-2 ну единичка на единичку это 0 плюс 1 плюс 2 группе су-2 да вот то есть вот в этом произведении есть 10 но это и так понятно мы просто свернем индексами вот одно скалярное относительно этих преобразований одна скалярная структура но эта структура естественно снять вот таким образом таким образом киральный лагранжан строится ну вот с точностью до двух производных однозначно это след значит от дельты на дельты дельта это было дельта это было у крест дню вот значит я просто делаю произведение матриц беру след это отвечает мне нулю у крест дню ну вот здесь я могу сказать что я производную сделаю как производная от произведения минус производная от у креста на у производная произведения у крест на у это единица даст мне 0 у меня останется производная на у крест и тут у это у я перенесу циклический вот с этим у крест она умрет вот и И получится у меня, значит, след dμ, dμ у креста с точностью какой-то константы. Вот, константа равна f квадрат на 4. Сейчас я напишу, почему. А, вот это зря. Дмитрий Ильич, а что у нас такое дельта, что вы такое считаете? Вот смотрите, у наших двух матриц, вот у этих дельта, да, из них торчат индексы. Из них торчат индексы. Нам нужно построить из них скаляр. Как строится скаляр? Скаляр строится из двух матриц, из вариантной скаляра. Ну, фактически, единственным, ну, вот это некое, а и жи... А, мы сейчас сделаем, что вы списали. Б, ж, и, да. Я должен все индексы замкнуть. Я знаю, что у меня только одно, одна компонента, которая будет инвариантна, ну, и след, я знаю, что инвариантен. Вот поэтому я его просто пишу. Вот. Вот. Значит, прошу, любите жаловать, Киралья Нагринчан. Что? Вот оно. То, что вы там, что стерли? То, что я только что стерли? Там, вот тут еще стояло у лишних еще две. А, ну ладно, ты там проехал, не буду рассказывать. Нет, почему? Я их просто убил преобразованием тождественных. И, уточнить просто, у это вот это е в степени. Да, да, да. Е в степени. У нас поле и визона, это как раз таки вот это пи. Да. Теперь, а зачем я тут написал f2 на 4? Ну, вот смотрите, с полем у работать сложно. Ну, что это такое, там, не бог весь что, тут бесконечное число членов, да? Вот мы берем, раскладываем. Раскладываем просто в ряд вот эти у. Значит, вот если я разложу в ряд, ну, понятно, как раскладывать в ряд, я не буду, так сказать, упражняться, я вам ответ напишу. Значит, вот что мы видим? Когда я до второго порядка разложу, у меня будет в знаменателе f2, да? Вот оно мне благополучно вот это f2 убьет. Вот, собственно, для этого она сюда и написана. Вот. И будет у меня, вот с коэффициентом 1,4, если я сделаю, вот такой вот лагранжан, dmvp вектор в квадрате, пополам. Плюс, ну, это простое упражнение на разложение матрицы. пи дмвп, значит, вот такое помножить на пи дмвп, минус пи квадрат, дмвп, дмвп на 6 f2. Ну, понятно, плюс и так далее. Вот. Вот. Но это члены с двумя производными. Понимаете, если я буду писать следующие члены разложения, где будет уже там 4 производных, то они, их главные члены разложения, будут такого же порядка, как разложения вот этих дальше. Поэтому, если я хочу дальше, я должен учитывать, написать все члены вот сюда, такие же, да, как я вот так же это строил, инварианты относительно этих преобразований. И уже учитывать их, если я хочу следующий порядок, по импульсам. Вот. Вот такой лагранжан. Видите, что это кинетический член, все чудесно. Вот. Это некие взаимодействия. Вот. Вы видите, что массы нет у пимизона. Ну, это довольно естественно. Вот. Потому что у нас пи, ну, главные члены, они только с производными. Вот. Ну, они с производными. Вот. Вот это киральный лагранжан, вот его разложение. А можно... Да. А вот, словом, киральная теория возмущений. Да. Вот. Ихрано. И тогда следующий вопрос. Теория возмущений поднимает, ну, соответственно, по какому-то малому параметру. Импульс делить на F квадрат, по факту, там, ну. И еще? Ну, импульс, по факту, у вас малый параметр. Вот тут вот. Импульс. Производные дадут вам импульс, да? Вот. А F, соответственно, ну, вот, фактически у вас импульс на F. Вот параметр разложение. И если я правильно понял, то вот этот первый порядок, он еще как-то человеческим образом выглядит, а уже даже следующий за ним, это просто... Значит, в первом порядке мы видим вот один член. Сейчас я член с массой еще напишу, пемизонов, поправку. Вот. Ну, два члена будет. В следующем порядке их порядка десятка, а в следующем за следующим их около сотни. Вот. То есть, эта теория не перенормируема, но, тем не менее, вот в пределах применимости, при малых импульсах, она вполне себе работает. По вот этому лагранжану, вот конкретно по этому, если посчитать рассеяние, там, пи-пи в пи-пи, оно просто там как-то божественно согласуется с экспериментом. Вот. А если у них, например, пи- пи-пи-пи, на прям, прям пороге, это возможно посчитать? Я не понимаю. Плюс-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи – Значит, тут нету фотонов, видишь, да? Вот. Чтобы ввести фотоны, нужно ввести... Ну, что такое фотон? Фотон — это то, что взаимодействует с векторным током. сколько у нас времени то полчаса осталось да давайте может быть я дойду до потона и введу его а может и нет нет вот прям вводить может не надо в общих словах хотя бы как должно быть этого общее концепция это все работ при низких энергиях если у вас там протонные хорошо замечательный вопрос идеологически как мы ввели вот это значит мы мы говорили лагранжан инварианте относительно вот такого преобразования замечательно можно строить инвариантный относительно такого преобразования лагранжан скажем с фермионами вот тогда сюда добавится что-то типа там я не знаю n с чертой тут какой-нибудь у там с какими-то гамма матрицы мне не помню его на память вот 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 причем нужно сделать построить вот эти n и так чтобы вот эта штука была инвариантом носить на эти преобразования он построен вот но просто это мне еще пару его строй и строй не надо но в целом да правильно а в частности я сейчас продемонстрирую если успею на конкретном примере вот значит чего здесь не хватает уж совсем масса пи мизона значит и идея-то какая за этим стоит что вот это если я позволяющий функционал вот с этим лагранжаном напишу у меня будет производящий функционал интегрироваться там будет по полям пи ну и по полям ум если хотите да вот но мы должны получать те же самые наблюдаемые исходя из этого производящего функционал что и из нашего честного для кхд вот исходя из этой идеи мы делаем следующее мы говорим а вот давайте напишем лагранжан кхд посмотрим что же там на гранжан кхд кварковая часть она вот такая массовая часть массовая часть минус 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 и такой с чертой матрица маску матрица масс я напоминаю это ему md вот что теперь с этим можно сделать я могу написать по-другому qrм qr ну вот могу крест написать мне так удобней она все равно эрмитова действительно и так далее вот теперь вот если я предположу что моя вот эта матрица массы это не матрица масс а это некие поля да да ну поле м до такое что поле м преобразуется вот точно так же как моё у вот точно так же поле м преобразуются то есть м предположу что это vr м vl крест тогда при преобразования из группы su2 правая на su2 левая то есть полной группы вот это все перейдет куда вот если м это матрица то понятно что это член не инвариантен так он нарушает симметрию а вот если м меняется вот так то он ее не нарушает потому что qr чертой должно быть помножиться на и vr крест вот там не как раз стоит в.р. из массы в крест тут будет в.в.н. на куэль ну плюс эрмитово сопряженная на самом деле вот и вот и мы видим благополучно что вот это сократится и тогда если матрица масс вот так преобразуется у нас инвариантный кусок в лагранжане для кварков так хорошо теперь соответственно если у нас есть такое поле м который вот так преобразуется то если мы будем строить киральный награждан то в нем как он будет выглядеть это будет выглядеть или прием разным нулю то есть то что мы только что построили плюс или от м где м преобразуется также как у вот как я могу его построить я могу построить только так что у меня будет скажем след м крест на ум вот ну или свет до киральный награждан если я буду вводить вот матрицу вот поле до внешняя которая вот так же преобразует как у понятно что у меня всего два варианта его ввести ну в первом порядке по им это м крест на у или м на у крест ну след мне как раз замкнет вот эти вот и меня это будет он вариантами значит ну смотрите если я беру им крест у меня в л сюда вылазит она вот с этим в л крест умрет и все также с ром то есть вот два члена который я могу добавить киральный награждан нужны для того чтобы у нас не понял у нужны для того чтобы у нас все сопротивились всегда конечно если мы просто вставим и у нас просто это будет не инвариантны относительно вот этих преобразований лагерок кусок я да 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 ну а м преобразуется также как у поэтому это фактически у крест и угодно а мы все ну и все оно не пропорционально единицы но она преобразуется также как у кресту также единицы преобразование да вот нас два куска спрашивается какой из них туда всовывать то значит теперь мы вспомним что у нас почетность лагранжаном кгд сохраняется а при почетности и переходит в минус П Я это псевдоскалярный низов соответственно при попы образование у меня у переходит в крест видите ну тут тут минус появляется все при бы преобразование вот поэтому при тебя преобразование значит не вспоминаю что масса у меня все равно она вот такая м крест равно и прикрык преобразование вы переходит в крест у переходит в крест поэтому я могу взять в киральный лагранжан их сумму то есть м на у плюс у крест это будет п четный член вот п четный член хорошо нет этот пассаж очень далеко идущий он очень далеко идущий если мне хватит времени я о нем скажу это пассаж очень важно вот то есть еще раз если вдруг ну масса это не поле если у нас есть какое-то внешнее поле неважно другое поле в лагранжане который вот так преобразуется вот этих кусок он инвариантен и тогда квартет мы все равно на у заменим а м останется и вот такой кусок вот такие два куска они инвариантны в киральном лагранжане ну вот главном порядке а их сумма инвариант относительно подчетности поэтому киральный лагранжан будет вот таким f квадратный 4 трейс дэмю у дэмю крест плюс ну и понятно что он сколько константы должен быть вот при нем значит константы это мы выберем так вы в квадрате пополам трейс трейс м на вот теперь осталось фиксировать б вот как фиксировать б а вот смотрите мы говорим вот наша основная идея что мы одно и то же вычисляем по кварковому лагранжану и повод этому киральному одни и те же маточные элементы они у нас должны совпадать вот давайте такой матч элемент посчитаем значит д вот это вот ну кварковая да под ему скажем вакуум вакуум вот вот такой маточный элемент вот ну хорошо пусть такой матч элемент чему он рай он равен ну вот тут у меня ему вот здесь стоит соответственно это будет просто пусть честой пух средний пола вот хорошо теперь значит теперь ну если adl взял то вот тут я минус теперь я тоже самое посчитаем вот этому агренжан что я получу вот у меня здесь стоит эта масса значит я должен взять производную по ему меня получится средняя по вакууму значит от вот этого эль киральна это у меня будет с б с квадрат пополам вот и тут и тут и тут и тут значит след я должен взять сейчас 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 след я должен взять вот я хочу вот это подразложить вот если я и первые два члена из вот этого куска взять но первый член это будет двойка да понятно двойка на след м это плюс двойка вот она помножить на двойку след м это ему плюс плюс md пишу м плюс md на двойку двойка пришла когда я и из у и из у крест взял по единичке вот если их дальше раскладываю в ряд вот эту экспоненту то члены линейные по пи они сократятся потому что тут знаки противоположные а члены квадратичные по пи они удвоятся они удвоятся и питал в квадрате все равно что пи в квадрате так то есть там вылетит это будет линейный это будет член с единичной матрицы поэтому он тоже даст след м то есть ему плюс md и он мне даст минус за счет и квадрата и в квадрате в квадрате правильно 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 или неправильно сейчас вроде да 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 сейчас так секунду ничего говорю правильно то что здесь написано это вот этот кусок да вот он просто в точности разложения ну я от него должен быть производным я просто это беспроизводный я перескакиваю спорта вот значит вот это я его сюда вот напишу он не нужен вот этот член это вот это соответственно b и в квадрате за сокращу и двойку вот видно что туда это у меня получится b на ему плюс md б на ему плюс md двойки сократились тут будет и в квадрате вот минус и в квадрате на пополам вот так да вот так это вот вот она да и теперь я беру производную по ему соответственно вот это убираю вот остается у меня b на f квадрате минус 3 квадрате пополам так как я это беру по вакууму то вот это поле не работает и мне остается просто b на f квадрате и что я вижу что у меня замечательное равенство что кварковый конденсат со знаком минус это b на f квадрате вот это b на f квадрате таким образом я фиксирую b вот таким образом я фиксирую b вот и более того он измеряется вот он измеряется вот я численно значительно значительно писал вот недавно на доске значит что мне важно что вот такое нравится вот эта штука равна bf квадрат но если вы посмотрите что то что стоит при пив квадрате пополам при пив квадрате пополам стоит b на ему плюс md ну вот минус да а что такое пи квадрат пополам член это массовый член поле и да вот таким образом образом что я получаю я получаю что м и в квадрате это коэффициент при пив квадрате пополам это b на ему плюс md это вы на ему плюс md вот ну просто по построению да вот с другой стороны б на f квадрате это кварковый конденсат отсюда масса пиона выражается и она получается равной м у плюс md вот а б это конденсат на f квадрате ну типа да это токовый масс вот так значит правильно написал так как это нужно только f чтобы посчитать как зависит да но значит на эту формулу если посмотреть внимательно посмотреть внимательно значит где ошибка вот я все двойку ищу вот когда я вот это по дому деференцировал да вот тут в матрице масс там есть ему md да вот мд там он здесь совершенно ни при чем он 0 да поэтому вот это не кубарку а это уборку вот уборку вот поэтому два раза меньше вот то есть это уборку вот 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 мат константа f она ну в смысле на константу f 10 минут попробую константу их найти вот константуев ну вообще идея была наоборот да вот смысл константа f называется константа константа распада пи и зона ну вот фу значит вот эта формула называется формула гелмана гелма на так их лучше по-английски не очень зайка не считается по-русски вот этих товарищей ну или гмор вот причем вот я говорил что террорина гранжан доз следует это разложение по импульсам да вот если мы посмотрим чему равна вот масса пемизона да она если мы вспомним только что стер но вот масса пемизона квадрате это квадрат импульса пемизона на массой поверхности да то есть это б на ему плюс md то есть фактически b на м вот эта матрица м большая следы это матрица м должна учитываться как квадрат импульса ну при построении членов одного порядка по импульсу вот хорошо мы вывели киральный лагранжан вывели к нему поправку к массе вот казалось бы бери там для пемизонов и считай все что хочешь теперь спрашивается а как ну например что-нибудь взять посчитать один процесс константой фиксировать это единственный констант у нас там да вот один процесс посчитали с экспериментом сравнили константой сфиксировали все дальше любой процесс считаем спрашивается как вот нам переводить из из какие-нибудь матричные элементы написанных полях кварков в на язык пемизонов вот для этого значит вводится поля источников ой не успею я я вам только один источник в виду вот ну у меня вот тут написаны все но это только семей не успею то есть я в виду в один источник вот смотрим поступать мы будем также как с массами вот лагранжан кварковый выглядит так это кусь чертой значит пусть чертой значит д я глюны вообще не не честно смотрю д со шляпой и массы я тоже выкину для скорости значит с массами мы разобрались значит кул я вот возьму и в виду сюда источники вот так вот к нему хочу что это расширенный лагранжан extended я сюда напишу вот такой источник например значит например да и со шляпой плюс ну вот так гамма-мил плюс амил гамма-5 вот у меня в гранжаниках и да нету амил а я вот просто добавил некое внешнее поле а поле источника вот если я это перепишу у меня получится через левый правый кулевый гамма-мил дмю значит минус амил кулевый гамма-мил минус амил кулевый плюс ку правый гамма-мил на амил на амил ку правый ну потому что значит левый когда через гамма-5 переносится он знак меняет а правый не меняет так забыл дмю плюс амил вот дмю плюс амил и скажу что вот мою амилу вообще говоря это произвольное поле я могу написать что это значит некий а вектор натал вектор пополам в за стенам вот этом пространстве до аромат вот такое мое поле источника теперь если я хочу опять то же самое что с массами я сделаю это поле таким чтобы вот этот вот лагранжан преобразовывался преобразовывался при вот этих левых правых симметриях был симметричен вот и построю киральный лагранжан зависящий от этого поля а тоже чтобы он был симметричен а потом если я скажем про дифференцирует лагранжан по полю а что я получу я получу аксиальный ток ну это а я закрываю мне получается вкус чертой гамма мил остается эта матрица гамма 5 на куб это аксиальный ток если я хочу мачный элемент аксиального тока это мачный элемент от производных этого лагранжана по полю а при поле а равном нулю я его приравняю к мачному элементу от производные кирального лагранжана а по полю а при поле а равном нулю вот и таким образом я перевожу аксиальный ток на язык пемизонов также я могу сюда ввести векторный ток скалярный ток там и так далее вот и эта идея внешних полей внешних токов вот так работает то есть мы строим лагранжаны исходя из симметрии мы знаешь вот это одна и та же система только на разных языках написанная но она зависит от одного и того же тока скажем до внешнего вот поэтому когда мы и то и другое дифференцируем потоку приравняем ток равным нулю у нас получаются разные матчный элемент один матчный элемент на поля кварков 2 матчный элемент на поля пионов вот мы говорим что но на самом деле они равны но с той точностью с которой у нас лавы равны вот эти эффективные лагранжан эффективные продающий функционал вот вот такая идея вот сейчас мы ее реализуем что не успеем на семинаре реализовывайте вот значит мне нужно написать как преобразуется поле а чтобы чтобы вот этот лагранжан весь был симметричен относительно преобразование су 2 правая на су 2 левая но это известно как делать это означает удлинить производную точно так же мы его удлиняли в кхд вот соответственно и здесь удлинить вот что это значит это значит что значит а я даже могу какое будет преобразование что если а вот тут не а минуса должно при левых преобразованиях переходить в л минус а в л крест линус и в крест вот смотрите если я делаю такое то подставляю сюда что у меня получается у меня получается что вот тут у у меня куэль помножается на в л крест с этим вы убиваются этот куэль помножается на в с этим убиваются вот мое а минуса было минуса осталось плюс когда я вот тут пишу в л у меня есть у него производная так вот мне ее нужно убить ее я убиваю вот этим телем вот и того у меня инвариантность вот этого куска относительно преобразования левых относительно правых вот это стандартно удлиненная производная то есть мы ее делаем калибровочной вот эту симметрию если хотите вот здесь при правых преобразованиях я должен написать все точно то же самое только минус а заменить на а и левый на правое и левый на правое значит я просто перепишу вот правильно хорошо это здесь мы знаем как меня отсюда мы знаем как меняется а при преобразовании теперь если я беру киральный лагранжан то там у меня стоит слепс дмю вот это тут тараплюс значит дмю вот и здесь я должен ввести мои а через преобразование производной через удлинение производной ну вот это все равно что я вот эту производную удлинил вот этими членами вот то есть это у меня переходит в трейс ну дмю 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 укреп вот значит вот 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 давайте проверять и у и у минус и у на а плюс знак минус и у на минус и она вот значит удлинять вот эту производную в киральном лаграджане она у нас идет из вот этой симметрии мы тоже должны быть этими полями то есть когда у нас есть производная на вы мы ее выражаем вот отсюда когда у нас есть производная на в р мы выражаем вот отсюда вот и того получается такая длинная производная на полях я ее просто написал но мы можем ее проверить что это правда ну вот я беру дымю как она преобразуется она переходит в дымю в правое левый крест минус и минус и в правое у волевый крест это я вот это пишу минус и вы правы у волевый крест а а преобразуется вот так сейчас сейчас это ой вот нехорошо правильно было бы вот так как сказать плюс минус а вот минус а в левое крест в левое крест в левое крест так, это я, вот этот кусок преобразовал, вот этот кусок, соответственно, это будет в минус i преобразовываю нижнюю строчку минус i в правая крест минус i это вот это и u u это v правая u в левое крест вот ну и давайте смотреть вот если я дифференцирую dμ от vr на vr ну или хорошо я дифференцирую сначала d u что у меня будет вот если я производную на u ставлю у меня будет vr dμ vl крест теперь если я дифференцирую vr у меня получится dμ от vr на u vl крест вот такая у меня есть где-нибудь вот она, видите dm от vr на u vl крест вот dm от vr u vl крест есть, vr vr крест уходит то есть когда я дифференцирую vr когда я дифференцирую vr а здрасте 5 минут хорошо значит я дифференцирую vr вот этот член уходит а остальные все сократятся в итоге я получу я получу вот это что называется что называется можно убедиться вот ну а конкретные матричные элементы вы тогда посчитаете на семинаре вы продифференцируете скажем вот для аксиального тока по аксиальному току кварковой лагранжан посчитаете киральный гранжан посчитаете у вас получится перевод с языка пензонов на язык марка и наоборот вот так все так если это что-то кому-то непонятно но я вот напишите мне письмо и сейчас буду можно поговорить у Ух!